Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Что значит быть собственником жилья? Какие проекты направлены на повышение правовой грамотности населения? И как молодежь может повлиять на решение проблем в сфере ЖКХ? Об этом говорим сегодня и в нашей студии президент Самарской областной общественной организации «Содействие и участие граждан в развитии местного самоуправления ЖКХ» гражданин Сергей Алпеев и юрист этой организации Владимир Синяев. Ваши вопросы озвучивайте по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Сергей Владимир. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вас, таких молодых людей, заинтересовало в этой сложной теме ЖКХ? Почему вы в нее пришли в качестве общественников, Сергей? Ну, в моем случае, я еще пока молодой человек, так получилось. Родился не в Самаре, в области. Переехал в город, так получилось, начал снимать квартиру. И ужаснулся проблемами. Не без этого. Начал оплачивать сам счета, начал за квитанции. И так получилось, что когда попал мне в руки первая квитанция, я не совсем понимал, что это, откуда такие цифры. И что с ней сделать? Сделать надо. Начал узнавать, как сначала про квитанции, потом начал узнавать чуть больше про ЖКХ, про все. В какой-то момент разговариваю с братом со своим. Он закончил политех на платном. Вот, сейчас собираюсь покупать квартиру. Я ему рассказываю, вот квитанции, вот есть то-то, то-то, то-то. Он говорит, Серега, да мне это знать не надо, зачем мне это знать? Вот сейчас куплю, тогда еще будем разбираться. Я говорю, ну ты вот учился в политехе, налоговый вычет, наверное, получал за обучение, даже платно учился. Он говорит, какие налоговый вычет? Вот, он про них даже и не слышал, то, что квартира там может что-то получать. И вот, и как-то вот, ну мимо него это прошло. И вы поняли, что молодежь далека, да? Ну, вот, получилось из двух человек, меня и брата, и ни один, ни другой толком ничего про него не знал. Да. Ну, и вот, как-то придумали проект. И узнали об этой, а, вы придумали проект? Ну, совместно. Вот. И стали, в общем-то, работать, да, привлекли юриста Владимира. Как вы попали, Владимир, в эту организацию, почему, вот, что вас заинтересовало? Вы, наверное, у вас есть основная работа, я так полагаю, да? И вдруг тут еще общественная такая нагрузка. Ну, для меня, как для юриста, интересно постоянно расширение своих практических навыков, профессионального кругозора. То есть, а здесь, на базе общественной организации, то есть, ты постоянно имеешь возможность живого общения с людьми, это живые вопросы. Практика. Постоянно какая-то новая, интересная практика. Понятно. Которая до этого раньше, допустим, даже не додумывалась. А что представляет сегодня из себя ваша организация? Сколько там людей? И с кем вы сотрудничаете, главное? Вот вы сами по себе же не можете вариться в собственном соку? Ну, с организацией у нас небольшая, человек, наверное, 5-6 всего, где-то, не больше. А сотрудничаем, ну, в основном, мы сотрудничаем с Ассоциацией правопомощи и просвещения, тут известная Самарская общественная организация. Ну, как проект реализован, получается, от сотрудничества еще с городской администрацией, кто нам выделил денег, собственно. А вы ждете кого-то? Вы набираете еще людей? Принимаете или нет? Или вот вас достаточно 5-6? Да, ну, пока достаточно. У нас все-таки финансы ограничены для... То есть такая широкая общественность вам как бы вот не нужна? Да, ну... Разрастаемся, разрастаемся. Тихоньку разрастаемся, все со временем будет. Ну, давайте перейдем к таким более практическим вопросам. Вот сегодня больше всего каких обращений вот к вам по правам и обязанностям и так далее? Вот что? Что сегодня напеки? Среди задаваемых вопросов наиболее часто встречается вопрос в сфере налоговых вычетов. То есть это обучение в ВУЗе, покупка квартиры, собственного жилья, да, в том числе и по ипотеке. Также много вопросов в сфере ЖКХ. То есть постановка на очередь, получение жилья, участие в программе там молодых семей, оплата жилищно-коммунальных услуг, содержание дома, то есть там какие-то установки детских площадок. Ну, также много вопросов в сфере социальной поддержки тоже. Семьи с детьми, неодетные семьи. Ну, вот особо могу вспомнить такой один у нас примечательный такой случай был. Обратился молодой человек, сирота. Получилась у него такая ситуация, что квартира у него расположена на втором этаже, на первом этаже бар. И в его квартире случилась паротечка трубы. Бар затопило, достаточно значительный ущерб был. И владелец бара на него поддал в суд, взместить этот ущерб. Стали разбираться, что-то как. Выяснилось, что причина протечки была в засоре стояка канализационного. Стояк относится к общему имуществу. В связи с этим мы потребовали привлечь к делу управляющую организацию. Далее, когда уже в ходе допросов свидетелей, там, обращивали слесарей, там, работников ЖЭО, выяснилось, что, в принципе, протечки засоров происходили уже неоднократно. То есть причина засора, она действительно была в общем стояке, за которой отвечает управляющая организация. В итоге суд взыскал все убытки с управляющей организацией, а нашему заявителю далось избежать значительного ущерба. Это похвально. Тем более, что если бы в частном порядке этот молодой человек обращался к юристу, это стоило бы денег. А вы на общественных началах помогаете, информируете. В тот случай, когда знание прав и обязанностей могло избежать значительного ущерба. Сергей, вот вы начали с квитанции, а что вас так впечатлило? Вы посмотрели на квитанцию и сказали, что такое? Ну, знаете, когда раньше никогда не сталкивались с оплатой, и тут приходит, когда договаривались с соревнователями, сказали, ну, коммуналка ваша, ну, хорошо, какие вопросы-то. А тут приходит счет большой. И мы начали как-то разбираться, за что, как. Раньше это не конец, раньше это за это родители делали. Мы как бы к этому не касались. А тут же, когда сами прочувствовали же, начали как-то и ужиматься, и все. Владимир, вот вы как юрист, скажите, пожалуйста, что нужно знать в отношении квитанции собственникам жилья? Что может так удручать или наоборот? Ну, все платежи условно можно разделить на две категории. Это плата за ремонт и содержание дома, на который, кстати, на размер которой могут повлиять сами собственники жилья путем проведения там общих собраний. И, соответственно, плата за коммунальные услуги. Тарифы, на которые устанавливаются полномочным органом, то есть на них никак повлиять нельзя. То есть плата за содержание и ремонт жилья, соответственно, входит в текущий ремонт, обслуживание, уборка, и участка придомового, и самих подъездов, проведение каких-то мелких ремонтов, ремонт крыши, устранение протечек и так далее. Вот вся эта информация есть в квитанции. Нужно просто знать, уметь расшифровывать какие-то там вещи, потому что написано что-то даже иногда там людей и не задумываются. Да, и важно понимать, что вы платите именно за услуги. То есть эти услуги вам обязаны оказывать. А как-то вот можно оспорить некачественную предоставленную услугу, потому что деньги заплатил. Подразумевается, что услуга должна быть качественной, да? Вот количество случаев такого, или вот деньги возвращаются, допустим, вот за там нет горячей воды три дня в доме. Вот это возрастает все-таки грамотно, справа или нет? Вот вы на практике что видите? Они достаточно распространенные, потому что процедура-то, она в законе прописана, но очень часто те же управляющие организации ее не соблюдают, а люди не знают, как правильно поступить. Да, да, да. То есть, например, они не могут дозвониться до аварийной службы, чтобы вызвать к себе, составить там акт какой-то, что у них вместо горячей идет холодная вода, да? То есть что сделать в этом случае, если к ним не приходит? Вот. Ну, соответственно, разъясняем, что в первую очередь необходимо уведомить аварийную службу, если у вас холодная вода вместо горячей, и вам должны в течение двух часов к вам прийти, если не согласовано иное время. Как бы, да, есть такая оговорка в законе. Да, мало кто о ней знает, и мало когда она вообще реализуется на практике. Обязательно должен быть составлен акт, который экземпляр один должен остаться у вас, да. И после того, как возобновится надлежащее качество, то есть когда вода станет снова горячей. Тоже зафиксировать? Нужно обязательно зафиксировать, да, снова вызвать. И та разница между двумя периодами, когда было зафиксировано ненадлежащее качество, и когда вода пошла горячей. Вот это... Понятно. А вот вообще овчинка выделки стоит вот столько раз вызывать людей, фиксировать, смотреть. Это надо уйти с работы, как минимум. Дожидаться, тратить нервы, когда кто придет, не придет, звонить и говорить, что там не подошел. Вот как защищать свои права, чтобы это действительно... Вот овчинка стоила выделки. У нас в правилах предоставления коммунальных услуг недавно, не так давно появился такой отдельный пункт, который говорит о том, что если к вам не приходит составлять акт, да, если вы не можете дозвониться, то данный акт вы можете составить самостоятельно. Он должен быть подписан не менее чем двумя собственниками, то есть, грубо говоря, соседями, и председателем Совета квартирного дома. Да. В нем необходимо будет описать измерения, то есть, например, как вы измерили, что вода, допустим, ненадлежащей температуры, дата, время, ну, все обстоятельства описать. И этот акт приравнивается к акту управляющей организации. Понятно. К нам поступают уже первые вопросы от телезрителей. Вячеслав Александрович сообщает, что он работает электриком в жилищной сфере, полторы тысячи квартир в обслуживании, за ним закреплено количество квартир с каждым годом. Это количество увеличивается, а зарплата не меняется. Есть ли какие-то нормы по количеству квартир, которые должны быть закреплены за электриком? Ну, это вопрос, наверное, к юристу, да? Вот где может проконсультироваться? Даже если вы вот точно не знаете, вот где, что, что? Что вы можете посоветовать нашему телезрителю? Ну, он наверняка, я просто не знаю всю ситуацию в целом, да, если он работает по трудовому договору, то, соответственно, объем выполняемых работ по трудовому договору, он должен где-то быть зафиксирован. Либо в приложении к трудовому договору, то есть определенные есть нормы выработки, которые, например, он должен осуществить за определенную плату. Если нормы выработки превышает, установлено, соответственно, ему должны доплачивать за это. То есть, ну, здесь надо считаться более подробно. Обращаться к своему начальнику в кадровую службу или вот к специалистам в своей организации. Ну, и посмотреть, какие документы есть на руках, потому что бывает, что даже экземпляр трудового договора не надоет. Да, потребуется трудовой договор. Да, со всеми приложениями. Я хочу напомнить телефон 202-11-22. У нас еще есть время. У нас сегодня специалисты-общественники в сфере ЖКХ вот на эту тему. Если у вас есть какие-то вопросы, как поднять активность граждан вот в этом отношении, чтобы умели мы защищать свои права и знали, как правильно действовать в тех или иных ситуациях, когда с жилищно-коммунальными бытовыми проблемами непорядок, звоните. Следующий вопрос задает Александра. Я учусь в госуниверситете на платной основе. Как мне получить налоговый вычет? Какие документы необходимы? Куда нам следует обратиться? Так, вот уже Сергей прошел эту школу на примере своего брата, который не знал. Ну, вот, наверное, Владимир. Давайте я сейчас. Владимир вычет, да. Более профессионально это мой путь. Ну, во-первых, здесь момент сразу, который необходимо обозначить, то, что налоговый вычет за обучение вы можете получить как в отношении себя лично к обучающейся, так и если вам не исполнилось 24 года, то в налоговую инспекцию могут обратиться один из родителей. Вот. Почему важно этот момент помнить? Потому что размер получаемого налогового вычета зависит от суммы оплаченных подоходных налогов. То есть, если вы учите на очной форме, как вот Александр сказал, да, то, соответственно, скорее всего, вы нигде не работаете официально к трудовому договору. Соответственно, подоходы налога за вас никто не выплачивает. Вот. В этом случае сообразнее, если обратится кто-то из работающих родителей в отношении Александра. Далее необходимо помнить, что все платежные документы по оплате за обучение должны быть оформлены на того, кто обращается. То есть, если обращается родитель, соответственно, оплачивать все платежные документы должны быть на имя родителя. Но среди документов, которые необходимо будет подготовить, это декларация по форме 3НДФЛ. Да, на каждый год ее форма утверждается налоговой инспекцией. Можно найти, в принципе, не на сайте. Информация свободная. Далее в бухгалтерии по месту работы нужно получить справку 2НДФЛ о сумме как раз уплаченных подоходных налогов. Далее договор с образовательным учреждением. Обязательно, если в договоре не указаны реквизиты лицензии, это образовательное учреждение, то необходимо попросить заверенную копию этой лицензии. Потому что налогу его у вас обязательно спросить. Ну и далее чеки об оплате за обучение, квитанции, приходные ордеры кассовые. Все эти документы сдаете в налоговую инспекцию, делаете копии, берете с собой подлинники, инспектор их сверяет, принимает. Далее проводится проверка этих документов. До 3 месяцев она может продолжаться. Если вопросов никаких не возникает, то, соответственно, вам перечисляют деньги. Понятно. Сергей, скажите, а что вы делаете вообще, вот как председатель такой организации, самой проблемной сферы? Ну, организовываем, во-первых, мероприятия, на которые приходят люди с своими проблемами, обращаются, договариваемся о производстве какой-либо печатной продукции, которую распространяем на этих мероприятиях. Ну, это вот все в рамках нашего проекта. Вот я собственник. А вообще вот этот проект, он вот как конечные цели его реализации, в чем видеть его, эффект у него какой будет? Я собственник, что должны люди узнать, понять? Мы вообще в рамках проекта организовывали именно проведение интерактивных паровых семинаров. То есть они проводились в форме, в той форме, когда вначале мы освещаем определенную тему, устно рассказываем там про основные моменты по определенной тематике. Далее каждый из присутствующих может задать свой волнующий его вопрос, и ему оказывается индивидуальная консультация. Это интерактивно, через интернет, получается, да? Нет, мы собираем, собираем. Делаем освещение в СМИ, в интернете. То есть люди собираются на своей базе, на базе организации, с которыми мы сотрудничаем. И с участниками уже устраивается живой диалог. Большой упор мы делаем также на прикладные материалы, в чем наши отличия. То есть мы готовим специальные образцы заявлений, документов, чтобы люди уже с чем-то готовым могли пойти решить свои проблемы. Да, а вот я слышала, что вы даже ролики делаете, Сергей. Это чья была идея? И вот что можно через... Понятно, что лучше несколько раз... Ой, один раз увидеть, чем много раз услышать. Идея даже не надо сказать, чья была, но посыл был такой, чтобы как-то отличаться от всех возможных проектов, когда подавали заявку. Вот решили внести еще ролики какие-то, что им, наверное, никто не делал. Какие темы актуальны у вас в роликах? Ну, мы освещаем, в первых наших роликах, темы квитанции, что за что там уходит, на что уходит, за что оплата происходит. Про налоговый вычет, опять же, коснулись. И, конечно, затрону такую тему, которая, наверное, пригодится не только молодежи, но даже в первую очередь поколение постарше. Это собрание собственников жилья. Вообще дома собрания собственных жилья. Ну вот про собрание мы еще поговорим. А пока предлагаю посмотреть ролик про квитанцию, чтобы прояснить все потайные строчки. Смотрим сюжет, а затем продолжим разговор. Добрый день. А вы знаете, что включает в себя счет на оплату коммунальных услуг? Здравствуйте. Я совсем недавно переехала в Самару из района области. Раньше за коммуналку платили родители. Я не знаю, что такое коммуналка и куда обратиться. Объясните, пожалуйста, что включает в себя квитанция на оплату за коммунальные услуги? В соответствии с жилищным кодексом каждый собственник помещения ежемесячно на основании присылания платежных документов вносит плату за ремонт общедомового имущества, то есть ремонт крыш, подвалов, подъездов и так далее. Вносит плату за содержание общедомового имущества, куда включаются различные осмотры, профилактические работы и так далее, вывоз мусора. Также он вносит плату за капитальный ремонт общедомового имущества. В отличие от собственника, наниматель не вносит плату за капитальный ремонт, но платит за наем помещения. А кто утверждает размер поутяжей? Согласно жилищному кодексу, размер платы за ремонт и содержание дома утверждается на общем собрании собственников помещений. Если такое собрание не проводилось и размер платы не утвержден, то он устанавливается органом местного самоправления, то есть администрацией. Что касается коммунальных услуг, то тариф на коммунальные услуги устанавливается полномочными органами. Самарская область – это Министерство энергетики и ЖКХ. Плата за капитальный ремонт и ее размер устанавливаются правительством Самарской области. Могу ли я как-то повлиять на размер платежей? Если на размер платы за коммунальные услуги и капитальный ремонт вы повлиять не можете, они устанавливаются полномочными органами, то размер платы за ремонт и содержание дома может быть утвержден на общем собрании собственников. Инициатором такого собрания может быть любой из собственников помещения в доме. На собрании проводится голосование по каждому вопросу, за или против, и по его результатам устанавливается размер платы за содержание ремонта дома. Что будет, если я не успею платить счет по квитанции в срок? Согласно жилищному кодексу, лица, которые не своевременно внесли плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны платить пене в размере 1,3 ставки рефинансирования, которую устанавливает Центральный банк, за каждый день просрочки. А что, если не получаю услуг надлежащего качества? Бывает такое, что зимой батареи холодные, вместо горячей воды течет холодная. Мы не могут сделать перерасчет, куда мне обратиться? Первое, что вам необходимо сделать, это уведомить диспетчерскую или аварийно-диспетчерскую службу. Их контакты обязаны довести до вашего сведения путем размещения на досках объявлений в подъездах, либо при устном обращении в управляющую организацию. Если сотрудник аварийно-диспетчерской службы, известны причины, по которым услуга предоставляется надлежащего качества, проводятся профилактические работы, либо ремонт, он обязан оповестись в вас о данных причинах и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации заявок. Впоследствии по окончании проводимых работ вам обязаны сделать перерасчет. А если причина неизвестна? Если причина отклонения от качества коммунального услуги сотрудника неизвестна, он обязан согласовать с вами дату и время, когда будет проведена проверка. Такая проверка должна быть проведена не позднее двух часов с момента вашего обращения, если с вами не согласовано иное время. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором отображаются выявленные нарушения качества коммунального услуги, также дата и время, когда они были выявлены. Один экземпляр данного акта должен остаться у вас. Впоследствии после того, как качество коммунального услуги возобновится, вам необходимо ведать об этом также аварийно-диспетчерскую службу. За период с момента вашего первоначального обращения о нарушении качества до момента возобновления качества вам обязаны сделать перерасчет. А что делать, если не удается дозвониться до диспетчерской службы? Трубку никто не берет, либо до диспетчерской службы дозвонились, но акт составить так никто и не пришел. Если проверка по вашей заявке не проводится, либо невозможно по тем или иным причинам уведомить аварийно-диспетчерскую службу, в том числе и по причине ее некорглосуточной работы, то в этом случае закон допускает возможность составления вами акта о нарушении качества коммунального услуги самостоятельно. Такой акт должен быть подписан не менее чем двумя собственниками и председателем советов на квартирного дома. В таком акте необходимо указать нарушение качества коммунального услуги, средства измерения, которыми выявлено нарушение качества услуги, а также дата и время, когда было выявлено нарушение качества. Такой акт, подписанный всеми лицами, присутствующими при его заполнении, необходимо будет представить управляющую организацию. Продолжает поступать вопрос от телезрителей. Вячеслав интересуется. «Хочу купить квартиру, как мне проверить оплату квитанции по капремонту? И если квартиру купил, а предыдущий собственник не оплачивал за капремонт, что делать, чем это грозит новому хозяину? Купил, а потом смотрит, ага, тут вот капремонт, а он не оплачен. Такое вообще возможно? Ну, жилищный код говорит, что обязанность по внесению платежей, содержание ремонта дома возникает с момента возникновения права собственности на жилое помещение. То есть, соответственно, если предыдущему собственнику оказывались эти услуги, то, соответственно, он и должен за них заплатить. Если вы квартиру приобрели, то, соответственно, вы их оплачиваете уже только с момента приобретения квартиры. То есть, этот долг аннулируется, получается, новый собственник не платит, не аннулируется, а вот новому собственнику ничего не грозит, он может купить, но не платить за прежний капремонт. Да, за прежний ремонт содержания дома. А кто в этом будет разбираться? Будут разбираться? Или вот есть такой риск, что купил, а потом тебе все-таки предъявят счет за прежнего хозяина? Ну, если вдруг управляющая организация все-таки обратится в суд, то, соответственно, в суде это уже и выяснится, когда вы приобрели квартиру, запросите свидетельство о праве собственности и установят, что долги образовались в предыдущем. А можно же потребовать собственника прежнего, у которого покупаешь, показать квитанцию за капремонт сразу? Ну, чтобы... Ну, потребовать можно, но вопрос, конечно, покажет. Не факт, да, что да? И платил ли. Следующий вопрос от Ольги. Реу-2 вызывала слесарей, потекла батарея, слесари ничего не сделали, сказали, что у нас неправильно сделана батарея, а мне нужно платить за то. Теперь что же, мне нужно платить за то, чтобы они сделали правильно батарею? Ольга, вот такая ситуация конкретная. Если делали слесари, я так... здесь немного непонятно просто. Делали слесари ЖЭУ, либо делали слесари какие-то... Вот Реу-2. Реу, значит... Которые пришли и сказали, что у вас тут неправильно уже, значит, это не они? Или слесарь сменился, или что? Ну, если делали слесари Реу, то, значит, это как представители управляющей организации, то, соответственно, ну, в первую очередь, конечно, зафиксировать это все, чтобы они пришли и составили акт о том, какие нарушения были. Если делалось, производился какой-то ремонт управляющей организации, то, соответственно, тоже документы о том, когда проводился ремонт, какие работы проводились в рамках ремонта. То есть это... и обязательно по окончанию любых работ у нас предусмотрен подписываться акт сдачи приемки данных работ, который, соответственно, заявительница должна была подписать о том, что все работы проведены качественно. Вот. Далее, о чем закон говорит? Если в момент окончания работ никаких недостатков не было, видимых, да, она акт подписала, а потом они выявились уже в ходе дальнейшей эксплуатации, вот, то она сохраняет возможность обратиться к претензии управляющей организации, сказать, что вот выявились недостатки. Вот. Если будет доказано, что недостатки выявились именно по вине слесарей, тогда я обязана возместить. Ой, вот вам не кажется, Владимир, что очень много волокиты? Ну, закон есть закон. Закон есть закон, да? Потому что вот представить, что вот это вот так пошагово вот это все очень сложно. Для этого мы занимаемся как раз правовым просвещением, подготовим образцы документов, чтобы людям легче было. Установили, подписали акт, они ей заплатили 3 рубля, и поблагодарили, и распрощались. Да, либо, чтобы у людей на руках была готова претензия, они могли бы уже пойти, или даже обратить искового заявления. Ну, бывает такая ситуация, что ты не знаешь, вот тебе сделали эту батарею, ты не знаешь, правильно это или нет. Ну, как бы вот, ну, вроде бы как пошла вода по ней, и там тепло пошло, получается. И это тоже, наверное, нужно... Скрытые недостатки. Да, наверное, тоже нужно вот людей просвещать и в этом отношении. Следующий вопрос от Валентины Петровны. Мы живем в поселке Алексеевка, в ЖКХ, до сих пор непонятно, платить или не платить нам за капремонт. И вообще нужно выяснить, куда нам платить, потому что мы никакого договора не заключали. Необходимо понимать, что фонд капитального ремонта, то есть собираемые средства в доме, которые выплачивают собственники помещения, они могут формироваться либо на счете фонда капитального ремонта, это организация Самарской области, да, учредителем которой является правительство, либо может формироваться на специальном счете, если собственники принимали такое решение, на специальном счете дома. Ну, в подавляющем большинстве случаев, как бы, в Самарской области практика такая, что формируется на счете фонда капитального ремонта. Соответственно, пока в закон никаких изменений не вносилось, поэтому... Нужно платить. ...собственники должны платить за капитального ремонта. Владимир, скажите, вот речь о договоре. Если не заключал человек никакой договор, не подписывал никаких бумаг, все равно нужно платить, потому что, как мне кажется, нужно что-то расписаться в том, что ты принимаешь это, что ты будешь отвечать. Ну, судебная практика идет по какому пути в данном случае? Если хотя бы с одним из собственников дома данный договор заключен, то есть это могут быть даже муниципальные квартиры, то есть когда договор заключается в администрации, то, соответственно, считается он заключенным со всеми другими. Следующий вопрос от Маргариты. Имеется долг за квартиру? Квартира не приватизирована. ЖСК передал долг коллекторам. Имеют ли они на это право спрашивать с них долг? Коллекторы вообще имеют законное право действовать как-то? Ну, закону предусмотрена возможность уступки, так называемый, долга. То есть когда долг переступается сторонней организации. То есть если по закону, то возможно. Они могут предъявить требования, также изыскать в суде. Вот единственное, что, конечно, они должны соблюдать при этом закон. А какие нарушения со стороны коллекторов могут быть? Вот на что обратить внимание и в суд на коллекторов подать, если что? Ну, на практике часто распространены различные угрозы, когда начинается по телефону. Нельзя, это запрещено, да? Да, когда угрожает, естественно, и даже физическая расправа доходит до этого. То есть лучше всего иметь какую-то возможность там или на свой телефон попросить как-то этот разговор записать, чтобы потом отнести и уже обратиться в полицию. То есть, конечно, такие действия недопустимы. Вот нужно довести до этого, записать и тогда как-то разрешить ситуацию, если будут, конечно, нарушения. Елизавета, я выпускник детского дома, знаю, что могу рассчитывать на бесплатную квартиру от государства. Как ее получить? Такой серьезный вопрос, конечно. Ну, для выпускника детского дома необходимо до 23 лет, достижение возраста до 23 лет, встать на очередь, на получение жилья, как нуждающийся. Вот что нужно знать. Если нет жилого помещения, да. Потому что если она этот срок пропустит, то, соответственно, она право утрачивает. Это очень важно, очень многие пропускают. Ой, еще раз скажите, Владимир, до? 23 лет. Встать на очередь на получение жилья. Встать на получение жилья. Обязательно. Документы подаются, если вы в Самаре находите департамент управления имуществом, если где-то в районе, в области, то в районную администрацию, там, жилищный отдел. Нужно будет подготовить паспорт, документы о том, что вы сирота, о том, что у вас нет жилья, то есть там справка из репалата и из БТИ. Вот. И, соответственно, все эти документы представить. Понятно. Сергей, скажите, пожалуйста, вот вы, как молодой человек, как вам кажется, что нам нужно поменять вообще вот в менталитете людей, в системе, ЖКХ, еще в чем-то, чтобы мы жили в чистых, там, подъездах, в благоустроенных дворах и так далее. Вот чего нам не хватает? Потому что у нас одно поколение сменяется другим, а как-то вот сама ситуация не меняется. Ну, знаете, мне кажется, много зависит от все-таки от менталитета. Вот что поменять, коротко, очень немного времени. Если коротко, то надо как-то относиться, наверное, ко всему. Относиться не только к тому, что отказаться только к тебе, а то, что касается всех окружающих. Мне кажется, если мы сможем вот как-то лучше относиться к окружающим, сможем наладить. И ЖКХ в том числе. А я почему-то подумала, что вы скажете, потому что у вас есть проект, и я собственник, что относиться вот как к собственнику, да? Обязательно. Вот как к собственнику, вот за свою квартиру так же нужно относиться и к подъезду требовать, чтобы там было чисто, и к двору, чтобы там требовать, чтобы там все было у нас, все светило, было убрано и так далее. Так, остается у нас буквально минутка. Владимир, вам вопрос. Ушла на декрет во дворе нет детской площадки Гагарина, 66. Что нужно сделать жителям, чтобы обустроить двор? Буквально вот какие-то советы. Проведите общее собрание собственников. Это первое основное, что нужно сделать. Чтобы приняли решение собственники о том, что им нужна там детская площадка. То есть можете найти в доме других людей, которым тоже нужна данная детская площадка, и вместе с ними организовать и провести это общее собрание. Уведомить всех собственников о его проведении, провести, оформить протокол. И этот протокол дальше можно представить либо в местную администрацию, чтобы участвовать в городских каких-то программах, например, двор, в котором мы живем в Самаре, либо в управляющую организацию, потому что детскую площадку можно сделать также за счет средств жильцов. А можно и в двух экземплярах, наверное, и туда, и туда. Это же не запрещается законом, чтобы результат... Но вообще сегодня у нас программа, вот двор, в котором мы живем. По городу Самаре, да, двор, в котором мы живем. Спасибо большое за то, что пришли, рассказали о том, что у нас общественники делают, чтобы решить проблемы ЖКХ. Я благодарю вас за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok